Премьер-министру Чехии миллиардеру Андрею Бабишу грозит отставка. Причина – скандальное заявление его сына Андрея Бабиша-младшего. Тут рассказал журналистам чешского издания Сезнам, что его похитил знакомый отца и насильно удерживал не где-нибудь, а в Крыму. Против главы чешского правительства и нескольких членов его семьи возбуждено дело о незаконном получении средств от Евросоюза для финансирования вот этого комплекса. Оно называется «Гнездо Аэзда». Действительно похоже. Мы не знаем, прятали ли Бабиша-младшего в «Ласточкином гнезде» в Крыму, но известно, что его якобы увезли из Чехии, чтобы он не дал показания по этому громкому делу. Сам глава чешского правительства говорит, правда, что его сын – психически больной человек, которого никто не похищал, он уехал из Чехии добровольно. Также он опубликовал фотографии сына из Крыма. Вот одна из этих фотографий. Премьер сопровождает фото словами, что его сын был в Крыму счастлив. Полиция, кстати, не нашла свидетельств похищения, и человек, который вывез Бабиша-младшего из Чехии, он бывший москвич Петр Протопопов. Он тоже отрицает, что сына премьера насильно увезли. Чешские СМИ рассказали, что в Крым россиянин с сыном премьера поехали просто порыбачить. Мы спросили чешского журналиста Иржи Кубика, который расследовал это дело, как Бабиш-младший действительно мог оказаться в Крыму. Андрей Бабиш-младший – ключевая фигура в деле о мошенничестве чешского премьер-министра. К сожалению, чешская полиция с ним до сих пор не сумела связаться и взять у него показания. Мы сами его искали несколько месяцев и нашли его в Швейцарии. Мы с ним поговорили, и он нам, среди прочего, сказал, что его прошлую осенью против его воли увезли в Крым. Ключевую роль в этой истории сыграл русский Петр Протопопов, который работал в фирме Бабиша-старшего водителем. По словам Бабиша-младшего, ему тогда сказали – или мы тебя упекаем в психиатрическую больницу, или ты едешь отдыхать в Крым. Бабиш-младший из Крыма даже отправил одно сообщение чешской полиции. Он написал, что его в Крыму держат против его воли и что он хочет дать показания. Однако полиция сочла, что это не было похищением. Сейчас посмотрим, как полиция отреагирует на свидетельство Бабиша-младшего, которое мы сняли на видео.